Песня Добрый день, уважаемые радиослушатели! Всем здравия! В гостях на ботике боцмана Северного флота Василия Васильевича сегодня матрос дважды краснознаменного Балтийского флота Светозар Игорь Яцков в программе, которая называется «Давайте поговорим». И тема сегодняшнего нашего разговора, нашей беседы – эпоха Волка. Но в начале программы я хотел бы выразить огромную благодарность всем радиослушателям за те отзывы, за комментарии, которые вы направили в адрес этой программы, мне лично, в адрес Народного славянского радио. Благодаря этим комментариям появляется желание, энергия продолжать такие циклы лекций, бесед, разговоров с аудиторией. Еще раз говорю, огромная благодарность всем людям, которые прислали такие теплые, добрые отзывы по предыдущей программе, которая называлась «День Велеса». Но исходя из этих комментариев, я видел много вопросов. И я сформировал три основные темы, на которые сегодня отвечу, исходя из тех вопросов, которые поступали. Первый – это конкретная дата празднования Дня Велеса. Многие радиослушатели говорили, что они уже отметили День Велеса 11 февраля, а я озвучивал день 27, с 26 на 27. Так вот, я вношу сейчас пояснение в этот вопрос, что правильнее всего и пользоваться нашим славянским ведическим календарем, который называется «Каляды-дар». В нем буквально по каждому дню все расписано. О датах, о праздниках. Там никогда не ошибешься, если будешь следить по этому календарю. Так вот, 11 февраля празднует не День Велеса, а 11 февраля празднует Звезду Велеса. И, конечно, славит Велеса в этот день. Открывается канал, по которому обращается к Велесу со своим желанием, просьбой, намерением. Так вот, намерение в этот день, в 11 февраля, День Звезды Велеса, должно быть только одно. Но название Звезды – это Арктур с воззвездии Валапас. По преданиям, там и живет Велес. Если в День Велеса, который 27, числа с 26 на 27, мы отмечаем, там очень много обрядов, которые нужно делать, и много желаний, различных обрядов. Но в 11 февраля отмечают День Звезды Велеса. Там только одно можно, только единственное желание можно запустить в этот день. В этом есть, конечно, разница большая, что конкретно День Велеса – это 26 на 27. У многих народов эта звезда связана с плодородием. Конечно, это звезда Велеса. Она намного больше, чем наше Солнце, Ярила Солнца, о котором мы говорим, называем его. Радиус составляет 25,7 солнечных радиусов. А вот по уровню визуальной светимости в 113 раз превосходит Солнце. Это самая яркая в северном полушарии звезда. Вы знаете, ее можно даже наблюдать днем с помощью телескопа. И еще в 1718 году Эдмонд Галей обнаружил ее явное движение в пространстве. Глядя на нее, видно, как она движется из стороны в сторону, как бы играет с нами. Я ее, когда наблюдаю в ночном небе, мне кажется, что это какая-то игрушка, гирлянда на елке, блестит различными огнями. В разные стороны вот это свечение происходит. Она как бы перемещается, вот играет справа влево, справа влево, выше, ниже. Ну, жителям больших городов наверняка сложно наблюдать ночное небо, потому что иллюминации предостаточно, и это мешает наблюдать. Но если выехать за город, то ночное небо в ясную погоду прекрасно видно, и вот звезда Арктур четко просматривается, и ее нельзя спутать ни с какой другой. Но в ночном небе этот красный гигант является четвертым по яркости после Сириуса, Конопуса и системы Альфа-Центавра. Поэтому следует понимать, что 11 февраля – это отмечать день звезды Велеса, а 26 на 27 – это день самого бога Велеса. Почему я говорю с 26 на 27? Потому что славянские сутки, как вы наверняка знаете, начинаются в 6 вечера или в 18.00, и длятся до следующего дня, в 6 вечера. Вот так славянские сутки проходят. Но вечером отмечать 26 невозможно, потому что рано темнеет, и мы не успеем в темноте сделать те обряды, которые необходимо делать в этот день, в этом потоке. Поэтому мы делаем 27 утром, чтобы все успеть при дневном свете провести все обряды. И мы с вами прекрасно знаем, какая огромная территория в нашей державе. Но просто на сегодняшний день у нас есть технические возможности связи, коммуникации, мгновенно мы беседуем друг с другом на огромных расстояниях, а в то время в основном руководствовались календарями. И они были разные. Это было обусловлено еще различными климатическими зонами нашей державы. Если в одной части наступает ночь, а в другой части уже восходит солнце. Громаднейшие территории. Еще был такой календарь, он назывался полевой календарь. Вот к нему тоже, календарь полевых работ, к нему тоже были привязаны определенные праздники. Так что я думаю, что в принципе, конечно, правы и те, и другие люди, которые главное, что делают, это отмечают этот праздник и находятся в этом потоке. Я это говорю для того, чтобы не получилось между нами какого-то разночтения большого и непонимания этого вопроса. Мы все едины в этом стремлении восстанавливать родовые наши традиции, древние славянские праздники. Итак, вкратце я, думаю, ответил на этот первый вопрос по дате празднования Дня Велеса. Следующий вопрос касался уже меня лично, по моей музыкальной деятельности, где вы выступаете, в каких городах, когда можно вас послушать или, может, там, в Ютубе. Да, у меня есть канал в Ютубе, который называется «Святозар Игорь Яцков». Там я выкладываю новые песни, новые ролики, и там, может, еще какая-то полезная информация интересная для вас. Но прямой вопрос, который вы задаете, на него я даю прямой ответ. Нет, концертов, к сожалению, маловато. И, может быть, в эту секунду у кого-то появится мысль или уже есть готовые наработки, как сделать, чтобы этих концертов было больше. Я с удовольствием приеду в тот город, где будет возможность выступать либо на фестивалях, либо в концертных залах, либо в еще каких-то мероприятиях, где эта наша славянская музыка, написанная мной на древние тексты, будет очень уместно и приятно воспринята. Это что касалось по концертной деятельности. И еще один вопрос, часто встречаясь, был, что Велес имеет еще одну ипостась. Она называется Велесыня. Совершенно верно. У Велеса есть еще одна сторона, если можно так выразиться. Это женское его начало, которое называется Велесыня. Или еще говорят Ясунь. В предыдущей программе я не коснулся этой темы, потому что в основном было посвящено празднованию Дня Велеса. Что касается Велесыни, мы знаем, что период Велеса начинается от 2-го до 3-го полнолуния после Дня Зимнего Солнцестояния. А период Велесыни начинается от 3-го полнолуния и до весеннего равноденствия. Так вот, Велесыню можно смело назвать женским проявлением возможностей Велеса. Но в то же время она имеет собственное имя Ясунь и свои характерные черты. Что же в ней особенного? Само имя Ясунь подразумевает, что это очень светлый период. То есть мы должны понимать значительно больше в происходящих событиях. Все наши ситуации и жизненные проблемы выстраиваются в четкий порядок. Мы должны видеть их ясно. Как и ясно понимать, ясно слышать, о чем нам говорит пространство. Тем самым Ясунь требует – наведите порядок в жизни, сделайте все ясным и чистым, не бегайте от судьбы, начинайте разрешать свои проблемы, которые приостанавливают течение вашей благополучной жизни. Ясунь можно назвать новорожденной судьбой, потому что начинается ясно понимать суть происходящих событий. Человек может на них повлиять, упорядочить их. Наводя такой порядок, он как бы переписывает судьбу, исправляя ошибки. А в дальнейшем может обустроить ее безошибочно. Правда, если только правильно усвоил уроки. Уроки и задачи, которые до этого складывал нерешенным грузом, но все же разрешил. В этот период нужно очень аккуратно относиться к деньгам, к денежной энергии. Потому что вот воистину деньги приходят только к тем, кто знает, как их потратить, вернее, даже не потратить, а как их вложить, чтобы о них стало еще больше. И в этот период, в период Ясуни, в Елисыни, часто читают вот такой заговор, который звучит таким образом. И если вот в это время, в период Велесыни, период Ясуни, делать все так, как я говорил, то вот по мнению древних ведунов, человек перейдет в другую, более счастливую реальность. Вот вкратце, что я хотел сказать по поводу тех вопросов, которые поступали в мой адрес после программы, посвященной Дню Велеса. Ну вот теперь давайте вместе поговорим, вернемся к основной теме нашего сегодняшнего разговора, нашей программы. Это эпоха Волка. Согласно древнему славяно-ведическому календарю, который называется Каляды-Дар, на рубеже 2012 года должна произойти смена эпох. Как вы знаете, наша галактика имеет свой центр, и четыре рукава отходят от этого центра. Все они имеют закругленную такую форму. Кстати сказать, очень многие славянские обереги, которые мы носим, являются своеобразным отражением нашей галактики, имеют такую спастичную структуру. Так вот, наш рукав галактики выходит из чертога, и, как сейчас говорят, созвездия Лисы, и перемещается в чертог Волка. Сила звездного неба в этот период будет увеличиваться, и сила света, и духовная сила Сварага будет неуклонно возрастать. И это не зависит ни от чьих-то желаний, предпочтений или верований, просто время пришло. У многих народов есть названия этих сменяющихся эпох. В частности, в греческой зодиакальной системе это называют приходом эры Водолея. А вот, согласно индуистско-ведической традиции, ушедшая эпоха Лисы называлась эпохой Кали-Юга. Это особенностью которой, конечно, является тотальная ложь и предательство. Так вот, эта эпоха заканчивается. Она практически уже закончилась. Ну, еще несколько слов, если так охарактеризовать ушедшую эпоху Лисы, что это, конечно же, была эра лжи, так как образ Лисы связан с ложью, хитростью, лукавством. Обратите внимание, как вы думаете, вот, как проходил весь прошедший век. Ведь темные силы, когда покидают свое место, просто так не говорят. Спасибо за внимание, до свидания. Они, как правило, стучат дверью, стучат так, что еще долго будет греметь. Вот, все, обратите внимание, на прощание, и гремело весь 20 век. Как он начался с Первой империалистической войны? Какие массы народа были уничтожены, уничтожали друг друга? Дальше. Не успела отгреметь она, как начался известный переворот в нашем государстве, в нашей державе, в нашей империи, в Российской империи. Тябрьский переворот. После этого громадное падение уровня жизни. И, как следствие, это гражданская война. Все войны, конечно, ужасны по своей сути, но можно понять и как-то оправдать, если люди убивают у друга. Одни нападают на одну территорию, другие ее защищают, свою территорию. Вот происходят боевые военные действия. Но когда внутри одной страны, одной державы, люди убивают друг друга, брат убивает брата, сын убивает отца, дочь убивает мать, и так далее, и так далее. Ну, самое мерзкое, что могло происходить, это гражданская война. Вот это очередной этап ухода эпохи Лисы. Дальше. Не прошло какое-то время, наступает Вторая мировая война, мы ее называем Великой Отечественной война. Сколько было уничтожено народов, друг друга уничтожали. Это еще один момент уничтожения. Эти все катаклизмы. Прошла эта война, пошла, значит, мы знаем, война во Вьетнаме, Лаос, Камбоджа, дальше Афганистан, дальше Ирак, и теперь Сирия. До сих пор все это сотрясается. Понимаете? Ведь таких войн, и такого разрушения, и такого количества смертей не было на протяжении всей этой эпохи Лисы. Да, война, она шла, идет, и по планете всегда где-то возникают конфликты. Но в таких масштабах это в основном происходило в 20 веке. Но, как говорят, нет худа без добра, и нет добра без худа. Вот в это время и была такая уникальная возможность сделать прививку от всех этих ужасных качеств, которые присущи эпохе Лисы. Иногда есть такое мнение, что в этом и был замысел богов, чтобы проверить людей на прочность, чтобы выработать вот эти прививки против самых ужасных качеств, как ложь, предательство, подкуп, обман и так далее, и так далее. И вот на смену приходит светлая, новая эпоха, эпоха Волка. Это рассвет и космический день после космической ночи, продлившийся 1600 лет. Волк – это олицетворение, благородство, величие, духа и чистоты. Он не допускает ни хитрости, ни мелочности, ни лицемерия. Волк, как известно, санитар леса. И в эпоху Волка природа сама начнет вычищать все и всех неугодных ей. И остаются в новой эпохе два самых великих принципа жить по совести и в гармонии с природой. Есть разница понятий между цивилизацией и культурой. Это разные абсолютно вещи. И есть такое мнение, что при смене эпох как раз цивилизация будет уходить на второе место, а на первое место будет выходить культура. Как вы знаете, культура переводится как культ ра, культ солнечных светлых энергий. И вот мне кажется, что в наших встречах, в наших программах, которые называются «Давайте поговорим», становятся уже традиции в программе, чтобы звучала песня. Я сейчас предлагаю послушать песню, написанную и исполненную мной, которая называется «Эпоха Волка». Вот и минула ночь сворожия, время лживает правды стон. И раскинулась Утро ясное, время белеса правды звон. Ты услышь меня, белес батюшка, всё, о чём мечтал долгим сном. Разбуди во мне силу спящую, память древнюю обо всём. и пойдут дожди землю целовать чистою водой по весне. Разыграются ветры буйные и развеют всё, что сгорит в огне. Станем мы тогда жить да поживать предков и богов прославлять. во сияет рот оживет народ и закружится хоровод во сияет рот оживет народ и закружится хоровод в эпоху волка госпитаю Рот aran Рот еще для Редактор субтитров А.Семкин Следует также отметить, что древнее пророчество, оставленное нам, нашими далекими предками, богами, в точности совпадает с прошедшими и уже известными нам событиями. Вот, например, 40 тысяч лет назад, пусть эта цифра никого не шокирует, а только порадует за наше великое прошлое, вот 40 тысяч лет назад, посещая Мидгард, так называется наша планета по древним ведическим источникам, Многие из вас наверняка знают, что наши многомудрые предки в прошлом все планеты называли Землями, а наша планета Земля называется Мидгард. Так вот, 40 тысяч лет назад, посещая Мидгард, бог Перун поведал нашим предкам о грядущих переменах. Сегодня мы имеем возможность оценить это пророчество на основе уже произошедших событий. В числе прочего было сказано, многие из родов расы великой разойдутся по всем краям Мидгард земли и поставят новые грады и капища и сохранят сокровенные веды, данные Тархом, Дашьбогом и другими светлыми богами. Но придут из мира тьмы чужеземные вороги и начнут глаголить детям человеческим слова льстивые, ложью прикрытые и станут совращать старых и малых, и дочерей человеческой будут брать себе в жены. По серой коже их вы узнаете чужеземных ворогов, глаза цвета мрака у них, и двуполые они, и могут быть женой, а кем мужем, ложью и лестью. Неправедные захватят они многие края Мидгард земли. Но побеждены будут они и сосланы в страну гор рукотворных, где проживать будут люди с кожей цвета мрака и потомки рода небесного. И дети человеческие начнут учить трудиться их, дабы могли они сами выращивать злаки и овощи для питания детей своих. Но отсутствие желания трудиться объединит чужеземцев, и покинут они страну гор рукотворных, и расселятся по всем краям Мидгард земли. И вот сейчас я хочу сделать маленькое отклонение и разъяснить, что имеется в виду под выражением «страна гор рукотворных». Это имеется в виду Египет, а рукотворные горы – это пирамиды. «И создадут они веру свою, и объявят себя сынами Бога единого, и станут кровь свою и детей своих приносить в жертву Богу своему, и создадут они золотого тура, как символ своего могущества, и будут поклоняться ему так же, как и Богу своему. И пошлют к ним боги великого странника, любовь несущего, но жрецы золотого тура предадут его смерти мученической, и по смерти его объявят Богом его, и создадут веру новую, построенную на лжи, крови и угнетении». Эту выдержку я привел вам из древнего источника, который называется «Санти-Веды Перуна». Согласно славянской астрологии, звездное небо делает один полный оборот за 25 920 земных лет. Предки называли этот круг «Сварожий круг». На протяжении всего Сварожьего круга Ярила Солнце перемещается по всему небесному своду из чертога в чертог. В отличие от восточных и западных астрологии, славяне определили не 12, а 16 созвездий чертогов, из-за чего одна эпоха может длиться 1620 лет. Если во время наступления эпохи Лисы мир ждала разруха, войны и различные конфликты, то во время эпохи Волка стоит готовиться к тому, что чистой душой и разумом люди встретят конец тьмы, а порочные и погрязшие во лжи встретят конец света. Итак, мы живем в период смены эпох. И два главных вопроса, которые, как правило, задаются одновременно, кто виноват и что делать, вот один из них отпадает полностью. Я имею в виду вопрос «Кто виноват?» он в абсолютно не актуален на переходный момент. А вот вопрос «Что делать?» становится наиважнейшим и главным вопросом. Как же все-таки жить в эту новую эпоху? Это прекрасно и в то же время очень трудно для тех, кто будет жить и действовать по старым привычкам, при помощи лжи, подкупа, обмана и других несправедливостей. Они не выдержат новых светлых вибраций, которые с каждым днем все больше и больше снисходят на нашу планету. Мидгард. Переход будет постепенным, не одномоментным. В ближайшие 50 лет это будет происходить. Энергетика будет повышаться неуклонно. Старый образ мысли не пройдет. Как это ни печально. И не выдержав чистых и светлых вибраций, люди, вполне вероятно, будут погибать. Если не будут перестраиваться. Если сами не будут генерировать светлые эмоции, светлые энергии в космос и всю окружающую нас природу. Вот, кстати, телевидение, вот мне сейчас пришла в голову такая мысль, я вспомнил о том, что телевидение в свое время и было создано для того, чтобы передавать, транслировать радостные события, чтобы это повышало энергетику человеческую. Посмотрите, во что это вылилось на сегодняшний день. Полный перекос, одни негативные в основном эмоции, взрывы, войны. А это влияет и на нашу психику, и это влияет на энергию, которую мы излучаем в окружающее нас пространство. Необходимо будет изменить многие понятия. Вот одно из таких – это бракосочетание. Доброе дело, хорошее дело браком, как известно, не назовут. Необходимо восстанавливать родовые устои, создавать семейные союзы и освещать их взамен бракосочетания. В прошлых воплощениях мы жили по законам предков, обладали навыками и опытом, значит, все эти наработки живут в нас, и никуда они не делись. Кровь. Вот что нельзя заменить человеку. Человек может поменять язык, на котором он говорит, поменять имя, религию, но кровь, древняя родовая память живет в ней, живет в нас, и наши поступки непонятны и непредсказуемы для других народов. Самопожертвование, забота малых и старых, защита Родины и даже смерть за свои убеждения. Так могут поступать только люди или народы, сохраняющие свои традиции, принадлежащие к одному древу, а оторванные листья от этого родового древа, устоя, носят по свету, и судьба их незавидна. Они исчезнут в веках, словно и не было их никогда. Необходимо будет восстанавливать здравомыслие, проявлять здравомыслие. Оно заключается в следующем. Это восстановление заповедей родных богов. Далее, мнение ведущего человека должно быть очень важным. Далее, личный опыт. Вот это одни из основ здравомыслия. Далее, мудрость. Что такое мудрость? Это, прежде всего, знание, которое мы обладаем, еще не является мудростью. А вот применение этих знаний в жизни, вот это и является мудростью. Воля. Это стремление души к самосовершенствованию. Вот эти необходимые качества будут людям в этот переходный период для того, чтобы жить дальше и развиваться, иметь такую возможность. Этого перехода на новые вибрации долго ждали люди, которые им соответствуют и томятся в темные времена. А те, кто жили и живут без совести, давно уже беспокоятся о своем существовании, о своем будущем. Тот процесс, о котором мы с вами говорим, я имею в виду эпоху Волка, начался и идет полным ходом. Этот факт не вызывал никаких сомнений у наших предков, но и в Европе, в средние века, всем известный Мишель Настрадамус, чьи пророчества сбываются с завидной точностью, утверждал, что примерно в это же время, в России, а тогда ее называли Тартария, произойдет крах религии дьявола, и на смену придет новый миропорядок. И что же необходимо сделать нам для того, чтобы перейти в дальнейший класс? Надо сдать экзамены, иначе будет эрор или конец света. Еще несколько слов я хотел сказать о конах. Время законов заканчивается, и начинается время конов. Несколько примеров конов, по которым жили наши предки. Некоторые из них гласят так. Что посеет человек, то и пожнет. Далее. Всему свое время. Третий. Чего не хочешь себе, не делай другому. Еще один пример. Один из конов гласит, меняешься ты, меняется все вокруг тебя. Так вот, измениться и стать лучше, вот цель человека в новой эпохе, а не желание получать все, чего он хочет. Необходимо понимать разницу между зачатками морали и нравственностью. Мы с вами знаем, вот как вы думаете, мораль, она очень размывчатое, расплывчатое понятие. У каждого народа своя мораль. Вот у каких-нибудь туземцев абсолютно морально поймать человека в лесу и зажарить его, и с аппетитом съесть. У них это нормально, морально. У других народов это неприемлемо и аморально. Поэтому следует четко провести границу между моралью и нравственностью. Нравственность присуща людям духовным. И перерождаясь из жизни в жизнь, шлифуя свои качества для того, чтобы по окончании обучения предстать перед лицом своего истинного отца. А мы действительно хотим, чтобы поменялось все к лучшему. Значит, нужно измениться прежде всего самим нам. Тот, кто рожден с конами в сердце, является основой, фундаментом для процветания других людей. Вот, например, так. Если в городе с населением, допустим, 100 тысяч человек, 10 тысяч начнут жить по конам, то резко и моментально упадет преступность, количество больных, отпадет нужда в алкоголе, наркотиках и прочее. Это всего лишь маленькая часть того, что я хотел сказать о конах, который является основой жизни. И наши многомудрые предки, наши пропращеры, боги, предвидя и зная ход событий, оставили нам свод правил, который называется заповеди, которыми мы должны руководствоваться вот в эту новую эпоху. Их довольно много. Поскольку сегодня я говорил в программе о боге Перуне, который 40 тысяч лет назад прибывал на нашу планету, ну, кстати, вот по некоторым имеющимся уже данным, вполне вероятно, что вот эти ближайшие 50 лет он опять прибудет на нашу планету. Так вот, я хочу зачитать те заповеди, которые ставил нам бог Перун. «Почитайте родителей своих и содержите их в старости, ибо как вы проявите заботу о них, так же и о вас проявят заботу чада ваших. Сохраните память о всех предках родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас. Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов и дочерей, ибо это родичи ваши, мудрость и цвет народов ваших. «Воспитайте в чадах своих любовь к святой земле расы, чтобы не прельщались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные, да во славу святой земли вашей. Не творите чудес на благо свое, а творите чудеса на благо рода своего и рода небесного. Помогите ближнему в беде его, ибо придет к вам беда, помогут и вам ближние ваши. Творите дела добрые, да во славу рода вашего и предков ваших, да обрящите покровительство от богов светлых ваших. Помогайте всеми силами строить капище и святилище, сохраняйте мудрость Божию, мудрость древнюю. Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет. Очищаетесь вы в водах Ирия, что течет река, во святой земле, чтобы омыть свое тело белое, осветить его Божией силою. Утверждайте на земле вашей закон небесный, что дали вам светлые боги ваши. Почитайте, люди вы, дни русальские, соблюдайте Божьи праздники. Не забывайте богов ваших, возжигайте во славу богов вы курение и благовоние, и обрящите вы благосклонность и милость богов ваших. Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии. Не унижайте достоинства других людей, и да не унижено будет достоинство ваше. Не творите бед людям других вер, ибо Бог Творец един над всеми землями и над всеми мирами. Не продавайте вы землю свою за злато и серебро, или проклятие вы на себя призовете, и не будет вам прощения во все дни без остатка. Защищайте вы землю свою, и победите вы оружием правым всех врагов расы. Защищайте роды росенов и святорусов от чужеземных ворогов, что идут в земли ваши, со злым помыслом и с оружием. Не хвалите своей силой, поезжая на брань, а хвалитесь с поля брани съезжающей. Сохраняйте в тайне мудрость Божию, не давайте мудрость тайную, вы язычникам. Не убеждайте вы тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим. Сберегите ваше капище и святилище от поругания язычников. Если не сбережете вы святыни святой расы и веру предков ваших, посетят вас годы горести да обиды состраданиями. Кто убежит из земли своей на чужбину в поисках жизни легкой, тот отступник рода своего. Да не будет ему прощения рода его, ибо отвернутся боги от него. Да не возрадуйтесь вы горе чужому, ибо кто чужому горе радуется, тот к себе горе призывает. Не злословьте и не смейтесь над теми, кто любит вас. Отвечайте вы на любовь любовью и обрящите покровительство богов ваших. Любите ближнего вашего, если он того достоин. Не берите в жены брат сестру свою, а сын мать свою, ибо богов прогневите и кровь рода загубите. Не носите жены одеяний мужских, ибо женственность потеряете, а носите жены то, что вам полагается. Не рушьте узы союза семейного, богами священные, ибо против закона Бога Творца единого пойдете и счастье свое потеряете. Да неубиенно будет чадо в очреве матери, ибо кто убьет чадо в очреве, навлечет на себя гнев Бога Творца единого. Любите жены мужей своих, ибо они защита и опора ваша, и всего рода вашего. И не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий. Итак, давайте вместе с вами подумаем, поразмышляем, что же поможет нам жить в новую эпоху, что поможет развиваться, каким способом. Мне кажется, что вот эти наставления, оставленные нашими предками далекими, нашими богами родными, помогают. Это помощь, оставленная много тысяч лет назад для настоящего, для сегодняшнего момента, для переходного периода и для жизни в новой эпохе. Я думаю, что следует, конечно же, испытывать огромную радость и наслаждение, что мы имеем счастье родиться в этот переходный период и жить в нем, а наши дети увидят совершенно другой мир, другое будущее, намного светлее, чем прошедшее. И заканчивая сегодняшнюю нашу радиопередачу, нашу беседу, наш разговор, я прочту вам четверостишье, которое мне очень понравилось. Улыбайся, освещая всех улыбками, ошибайся, веселее жить с ошибками, не пугайся, в жизни всякое случается, не сдавайся, все не сразу получается. Так вот, давайте не будем сдаваться, а будем развиваться в этом новом времени, в этой новой эпохе. Еще хочу сказать, что в настоящее время те хранители древних знаний еще лет 30-40 назад по крупицам они попадали вот в наше сознание, попадали в массы. Но теперь, видимо, время пришло, и хранители знаний выдают их уже довольно большими порциями. Что было еще совершенно секретным или закрытым лет 30-40 назад, сейчас становится доступным. И такая возможность появляется у каждого. Если человек пожелает, то на сегодняшний день уже есть люди, которые передают эти знания, эту информацию, и если у вас будет такое желание, вы можете об этом смело заявить. В сегодняшней программе прозвучала песня под названием «Эпоха Волка» из моего одноименного альбома. Вы можете зайти на мой канал в YouTube или на мою страничку ВКонтакте, который называется «Святозар Игорь Яцков». Там вы увидите и услышите новые клипы, послушайте новые песни, а также полезную и интересную информацию для вас. С вами был Святозар Игорь Яцков. Здравия чадам великим и младым и до новых встреч! Быть добру! Субтитры создавал DimaTorzok